Уважаемые зрители нашего канала, еще раз, вся информация которую мы озвучиваем в наших роликах не является военной тайной, ее предварительно напечатали или разместили десятки если не сотни самых известных западных или украинских новостных аналитических сайтов СМИ и порталов, ссылки на некоторые из этих источников под роликом. Мы, всего лишь озвучиваем то что и так известно половине мира, делаем свой ядовитый анализ и выводы, просьба, не пишите пожалуйста о том что мы разглашаем что-то секретное. Мы, новостной канал, теперь по теме ролика, друзья, мы как-то были пропустили эту новость, но, не поерничать по этому поводу когда она эта новость нам так и попала на глаза мы не смогли, как говорят рука поэта так и дрогнула. Так вот, все вы наверное слышали как не имеющую аналогов в мире, стратегическую крылатую ракету воздух земля Х-101 сбили в Винницкой области, это вот такая вот ракета, и они ее обычно цепляют на всякие корыта типа Ту-160 или Ту-95. И все бы ничего, такое теперь часто бывает, но, сбили ее друзья из обычного пулемета. Об этом, еще 15 марта сообщил глава Винницкой областной военной администрации. Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы сверхсовременная и сверхдорогая ракета, отметил он. Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем сбивайте. Летят они невысоко и почти всегда в одно и то же время. И друзья, весь мир знает, что это большое преступление и зло, что эти ракеты вообще сейчас летают над Украиной. Но, если разобраться по факту, то учитывая их точности, то что такую дорогущую и якобы современную ракету оказывается можно сбить из обычного пулемета много о чем говорит. Там в Залесе, у них вся техника такая как эта ракета, не имеющая аналогов в мире в плане технологического отставания.